В Наринмаре состоялось торжественное открытие фестиваля «Одаренные дети Арктики», приуроченного ко Дню российской науки. Мероприятие проходит уже в четвертый раз и проводится в рамках реализации концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, утвержденной президентом Российской Федерации. Подробности в материале Александры Литковой. Ежегодно фестиваль собирает на своих площадках сотни одаренных школьников. Восьмиклассник Данил Попов участвует в нем второй раз. Сегодня он решил освоить навыки программной анимации. Делается это все элементарно. Берешь какую-то фигуру, спрайт, добавляешь ее на фон и получается мультик. При изменении кадров получается видеороблика. В будущем Данил планирует получить профессию инженера и уже сейчас посещает кружок робототехники, который ведет преподаватель информатики Наталья Михайлова. Она же и выступает куратором площадки «Программная анимация». Стояла задача, чтобы за небольшое количество времени дети создали какой-то продукт интересный. Поэтому мы выбрали простейшую программу для создания анимации, пивот-анимации. И вот они в течение 10-15 минут могут создать небольшую анимированную гифку, картиночку. Всего в этом году на базе 4-й школы организовано 13 площадок – робототехника, занимательная грамматика, конструирование, головоломки и другие. На каждой из них учащиеся могли пройти тематический мастер-класс. Красновская школа представила на фестивале три площадки – для юных полиглотов, химиков и историков. Я посчитала, что это будет очень интересно и познавательно, к тому же нам посоветовала наша классная руководительница. И узнали много нового о тружениках тыла, где они прошивали то, как искали информацию о них, как долго это все продолжалось и как интересно это все проходило. Я приготовила в форме интеллектуальной игры, чтобы дети развивались и понимали, что наша Великая Отечественная война, благодаря ней мы в наше время мирно и оживем, как раз она называется «Знамя помним» в разных направлениях. Это и музыка, и фильмы, и исторические данные, и литература. Допустим, я показываю какой-то отрывок фильма, они должны задать задание, что из этого отрывка, допустим, дальше какое было продолжение. Допустим, спеть какую песню спели наши светские солдаты, которые их заставили немцы. И они должны это отгадать. Впервые фестиваль «Одаренные дети Арктики» состоялся в 2017 году. Его цель – популяризация и пропаганда науки, знаний, выявления, сопровождения и поддержка одаренных детей и подростков Ниньского округа. Площадки охватывают все учебные предметы – от математики до изобразительного искусства, а также помогают определиться с будущей профессией. Также мы уделили внимание и детям, которые больше склоняются не к точным наукам, а к талантам, развивают свои способности в области таланта. Это изобразительное искусство, это обучение игре на гитаре, то есть они могут посмотреть, присутствует ли у них музыкальный слух, есть ли у них способности к рисованию. То есть они могут развивать свои наклонности, уже записавшись в нашу детскую школу искусства. То есть мы им помогаем определиться, сделать свой выбор по тому или иному направлению. В течение трех месяцев школьники Ниньского округа примут участие в различных научно-исследовательских и творческих конкурсах, лекциях и тренингах, например, Ломоносовский турнир, Аввакумовские чтения, лингвистическая конференция «Я исследователь», конкурс чтецов «Живая классика» и многих других. Итоги фестиваля «Одаренные дети Арктики» будут подведены в апреле, а победители смогут представить Ниньский округ на всероссийском уровне.